Хороший вопрос. Для меня «Чёрный квадрат» — это жизнь. Для меня это театр, который изменил меня, потому что до того, как я попал в «Чёрный квадрат», я был электромонтёром троллейбусных проводов. И попав туда, моя жизнь кардинально изменилась. Меня оттуда выгоняли, ну никак выгоняли, просто не подошёл. Но я уперто возвращался и в итоге остался там, стал одним из ведущих актёров. «Чёрный квадрат» — это вообще, ты знаешь, это даже не про театр. Это как, ну не знаю, кузница кадров, но в хорошем смысле, ну не то, что в хорошем смысле, просто оттуда выходят люди уже психологически другие. У них более лучшая психологическая закалка, когда началась война. У нас был общий чат, и кто-то в общий чат бросил просил новость о том, что кто-то где-то, какой-то человек, какой-то психолог оказывает психологическую помощь. На что наш режиссер ответил, я не думаю, что моим актёрам нужна психологическая помощь, они сами могут кому угодно оказывать психологическую помощь. В этом отношении, да, психика очень, очень сильная становится. Потому что, когда у тебя идёт импровизация, ты проживаешь очень много ролей. Впоследствии, через год-два ты видишь человека, и ты его читаешь. Тебе не надо ничего о нём даже знать. Он может сказать два-три слова, и ты уже понимаешь, кто он, что он, откуда он, сколько у него. Есть папа, мама, жена, ребёнок, разведённый и всё остальное. Не в стопроцентных случаях, конечно, но это да. Поэтому «Чёрный квартал» — это не столько о театре, это нечто большее. Вот люди, которые были в нашем театре, остались друзьями театра, учились там, они становятся депутатами, они работают в органах власти, они работают в Минобороны и так далее и тому подобное. То есть они идут дальше и выше, но у них очень сильная закалка. Поэтому театр «Чёрный квадрат» — это очень сильная штука, он очень сильно отличается от других театров. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова